В 1293 году, когда хан Дидюня захватил Москву, толпы беженцев заполонили Тверь, которая тогда осталась невредима. Многие из беженцев там и остались. Чуть позже, в 1297 году, в месте, где река Старица впадает в Волгу, был основан город, который впоследствии получил свое название Старица. Мы в Тверской губернии, в городе Старица. Здравствуйте! Это программа «Планета собак». Если вы хотите почувствовать настоящее дыхание Древней Руси, вам нужно обязательно приехать в Старицу и посмотреть издалека на Старицкий Свято-Успенский монастырь. Вольно или невольно воскликнешь, здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Воздух шпилями распорот в каждой впадине века. Если Старица не город, то и Волга не река. Так когда-то написал советский поэт Сергей Островой. Красотища! Старицкий Удел – последняя княжеская вольница на Руси. Когда это было? А историкам не дают до сих пор покоя тени князя Владимира Старицкого и Ефросинии Старицкой, вдовы его брата Андрея. Двоюродный брат Ивана Грозного – человек выдающийся. О нем когда-то говорили, как о наследнике престола. Иван Грозный постарался под корень уничтожить род Старицких. И эти камни, возможно, были свидетелями тех трагических событий. Закончилась история последней княжеской вольницы на Руси. Старицкий Удел был упразднен. В 1569 году царь Иоанн Васильевич произвел, как тогда говорили, перебор людишек. Говоря современным языком, устроил перепись населения. Многие, естественно, отправились на плаху. Но кое-кто уцелел, а некоторые даже получили повышение. Почему-то в честь у царя оказался местный уроженец, старец Иов, который впоследствии стал никем иным, как первым русским патриархом. Здесь взошла звезда первого русского патриарха, и здесь же она закатилась. А нам пора покидать старицу и отправляться в поля, в глухие деревни, туда, где нас ждут собаки. Те самые собаки, без которых не мыслили себе жизни русские князья, цари, помещики и дворяне. Планета собак – это необыкновенное путешествие по собачьему миру. Сколько на планете пород, столько же стран, городов, областей, островов. В нашей программе мы будем рассказывать о собаках и собачьей географии. В солнечной Испании мы расскажем об испанских борзых Гальго. В Шотландии – о дирхаундах шотландских борзых. Но сегодня мы в России. Вот тому подтверждение. Мы в Тверской губернии, в деревне Рыблова, и рассказ наш будет о русских псовых борзых. Именно в эту эпоху Ивана Грозного начинается история русских псовых борзых. Кстати, слово «борзый» до 15 века характеризовало резвость коней. И как нельзя лучше подошло к этим собакам, которые не уступят скорости самой резвой лошади. А название «псовые» русские борзые получили от слова «псовина», то есть волнистая шелковистая шерсть. Вряд ли существует картина более красивая, чем лошади и борзые, взрыхляющие сугробы. Хочется остановить мгновение и взять в руки краски и кисти. А вот к кому мы приехали? Наталья и Сергей Татаринцевы. И их хозяйство – Синовиан. Если вы думаете, что это французское название, вы ошибаетесь. Это просто слагаемые из имен Наталья, Сергей, Вита и Анжелика. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Ой, какие собаки, какие лошади. У меня полное ощущение, что я попал где-то в век 18-й или 19-й. Меня встречают царевы-стольники вместе с собаками на лошадях. Мне тоже себя хочется чуть-чуть почувствовать, ну, хотя бы как минимум князем. Рядом с такими собаками очень хочется это сделать. Да. Наташа, я всю жизнь мечтал вот так вот по снежку, на лошади, с борзыми, прокатиться с ветерком. А мечты же ведь, они должны сбываться. Можно мне попробовать? Конечно, можно. Давайте попробуем. Что, мой хороший, ну, давай попробуем. Ну что, вперед к детской мечте. Получилось со второго раза. Управлять собаками и лошадью очень тяжело, потому что в одной руке находится свора, а в другой руке повод от лошади. Лошадь должна быть съезжена с собаками, чтобы не было никакой ошибки, чтобы лошадь ни в коем случае не наступила на собак. Это целое искусство, которым вот сейчас я стараюсь овладеть. Как приятно управлять одной лошадиной силой, правда? Ты не ощущаешь, что ты сидишь на какой-то машине. Это настоящий живой организм. Правда, про лошадь говорят. Это первый помощник человека. Так приятно сидеть, управлять этой лошадью. Можно гладить. Ведь машину-то вы не погладите. А здесь можно сказать, какая ты хорошая, какая ты молодец. Да. Слушайте, какое-то ощущение. Собаки, лошадь. Вообще, раньше комплексные охоты проводились следующим образом. Проводились они в лесистой местности, в тех местах, где полоска полей отделяла лес. И вот было вот такое вот деление. На опушке леса вставали охотники со сворами борзых. В эти лесные острова, в овраге запускались гончие. Они поднимали зверя с дневок, выгоняли на открытое место. И вот тогда охотники с борзыми спускали собак со свор. Они бежали, догоняли и брали зверя. Вот я сейчас, если честно, чуть-чуть, самую малость ощутил себя вот таким вот охотником. Понятно, что азарта вот от такого проезда небольшого немного, но поверьте, это непередаваемое ощущение, когда ты вот так, на лошади, рядом с тобой свора борзых. И какое счастье, что Наталья и Сергей Татаринцевы подарили мне это ощущение, это счастье. И продолжают его дарить и другим людям. В 17 веке, когда русские борзые попали в Европу, их там называли псами славянскими. В Польше к русакам прилили кровь польских хардов. Балтийцы подмешали к ним курлянских клоков, ирландских волкодавов и шотландских дирхаундов. Позже эти собаки вернулись в Россию и опять были скрещены с местными борзыми. В середине 19 века в Россию начали завозить горских и крымских борзых. Впоследствии все эти разновидности сформировали тип современной русской псовой борзой. Наташа, вот я уверен, что сейчас часть зрительниц, которая нас сейчас с вами смотрит, вам в душе завидует. Собаки, лошади, природа, дети. А не тяжела ли вообще эта ноша? В принципе, тяжеловато. Но любимое дело, так сказать. Ну, все преграды переходят. А борзы – это ваша первая порода или были еще какие-то собаки? Я думаю, что до борзых надо, наверное, дорасти, прийти к этим собакам. Вот каков был ваш путь? Ой, вообще борзу первый раз я увидела еще, когда училась в классе третьем. Увидела на картинке и с тех пор просто заболела ими. Вот, а первые мои собаки были, собирала всех бездомных, дворняжек. Вот это были мои первые собаки. Ну, а потом к нам попадали в руки отказные, брошенные, различные. Ну, всякие разные собаки попадали. И в один прекрасный момент к нам вот попали две борзы. Одна практически уже старушка, и вторая совершенно больная. Вот, вот с них все и началось. Наташа, я вам желаю удачи в этом нелегком деле. Желаю, чтобы у вас было больше собак, которые вас радовали. Больше лошадей, которые бы дарили вам счастье. В общем, всего самого-самого наилучшего. Спасибо. Друзья, заводите борзых, заводите лошадей. Всех денег не заработаешь. А вот здесь есть настоящая жизнь. Рядом со мной настоящие люди. И вот это счастье. Вы, хищная и нежная, им не мерещитесь, несущаяся с гиком, За сворую дрожащей на ремне, на жеребце степном и полудиком. И солнечен слегка морозный день. Охвачен стан ваш синей черкесской. Из-под попахи белый набекрень надвинутый и ветер резкий. Взлетающие пряди жадно рвет, но вы несетесь бешено вперед. И вот, оканчивая бег упругий, могучим сокрушительным броском, С изогнутой спиной кобель муругий, с откоса вниз слетает кувырком. Русский поэт Михаил Зенкевич в 1916 году, написавший эти стихи, Вряд ли мог представить себе, что спустя сто лет Мы увидим Наталью Татаринцеву его глазами. А говорят, что борзы, они собаки нелюдимые, Сторонятся людей и относятся, даже говорят иногда, к людям с презрением. Ничего подобного. Если борза держит дистанцию между собой и человеком, Это означает только то, что вам просто нужно познакомиться с этими собаками, Нужно просто к себе их расположить. Если собаки почувствуют, что вы к ним пришли с открытым сердцем, Тогда будет и любовь, и ласка, и виляние хвостом. Тогда собаки вознаградят вас своим вниманием, Потому что эти собаки, они могут именно снизойти до вас. Все-таки это царские, княжеские собаки. И вот так вот, прошу прощения, на кривой козе к ним не подъедешь. Сначала нужно познакомиться, сказать, здравствуйте, ваше величество. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и потом уже можно погладить. Да, можно погладить, можно присесть. Они сразу подойдут. Да, начнут лизаться. О, это он хороший такой. То, что касается историй этой замечательной породы. Историки утверждают, что первые борзые собаки Появились в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Подтверждение тому, это одна из древнейших пород вообще собак. Эта борзая называлась фараоновой собакой. И можно даже сказать, что вот эти вот фараоновые собаки Впервые были оформлены как порода. Историки утверждают, что в Древнем Египте Они даже описывались, был своего рода стандарт этой породы. И вот от этих фараоновых собак произошли и все остальные собаки. Впоследствии они распространились по всей Азии. Через Азию и также через Северную Африку они пришли в Европу. И попали в конце концов к нам в Россию. Вообще до 13 века на Руси охоты с борзыми собаками не было. По той простой причине, что не было и самих борзых собак. Тогда, в те далекие времена, на Руси охотились с так называемыми волкообразными лошими собаками. Фрески с изображениями лоших собак встречаются в Софийском соборе, Который был построен в 11 веке. И это подтверждает, что борзых еще тогда не было. Вообще история русских псовых борзых начинается после татаро-монгольского ига. Все дело в том, что татары, которые жили в среднем и нижнем течении Волги, как раз исповедовали охоту именно с борзыми собаками. Наверное, первым борзятником был великий князь Василий Третий. Он просто обожал собак и заразил все свое окружение любовью к собакам. Так вот, у него были первые тогда еще татарские борзы. Они, конечно, очень сильно отличались от современных русских псовых борзых. И, наверное, с него и пошла история русских псовых борзых на Руси. Но все это было не так быстро, не так спешно. После того, как Иван Грозный взял Казань и Астрахань, часть татарских князей и ханов он переселил в район современной Ярославской, Костромской и Тверской губернии. Естественно, за переселенцами последовали и их собаки. И вот там, на территории современной центральной России, эти собаки татарские, их татары называли коуцы, они смешивались с местными ложными собаками. И вот так получился первый старый тип русской псовой борзой. Не правда ли, обиталище Натальи и Сергея чем-то напоминает ковчег? Лошади, гуси, коровы, свиньи, собаки всевозможных пород. Очень хочется помочь Сергею и Наталье в их удивительном самостоянии. Поверьте, не так-то просто выстоять в этом сопротивлении лени, равнодуши, зависти. Выстоять и сохранить себя и любовь к этому миру. Может быть, у меня это не совсем правильно получается, но, по крайней мере, есть желание. Ага! Ага! Ветер-то какой! Да, я вам поесть принес. Да, мои хорошие. Интересно себя хотя бы хоть ненадолго почувствовать в шкуре сельского жителя. Потому что жизнь здесь совершенно другая. Совершенно другие ощущения. Совершенно другая, если хотите, энергетика, которая исходит от этих прекрасных, замечательных животных. Да, мои хорошие. Ребята, а что у меня есть? А у меня есть сахар. Вкусно. Тебе заняты своим делом, пойду предложу. Извините, пожалуйста, вы не будете столь любезно составить мне компанию в поедании сахара? На, мой хороший, да. 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 Да, и тебе. И тебе, Фионочка. Так приятно с рук кормить лошадь. Это непередаваемое ощущение. Лошадь нежна, мягко, губами. Берет у вас с ладони кусочек сахара. Я понимаю, что эти лошади видят меня в первый раз. Да, я вас тоже в первый раз вижу, но я вас очень люблю. Вы такие красивые. Здесь можно просто восхищаться. Красотой этих животных, красотой окружающего тебя мира. И на душе какое-то чувство спокойствия, какое-то чувство гармонии появляется. Да. Слушайте, так интересно городскому жителю оказаться. Рядом русские псовые борзы. Здесь лошади. Покидать немножечко. Я правда не знаю, как это правильно делать, но если что, меня поправят. Чуть-чуть покидать вот так вот сено. Совершенно себя ощущаешь в другом измерении. Где-то там далеко осталась Москва. А здесь собаки, лошади, природа. Заглядение, сказка. Сергей, собаки, лошади, куры, индюки, коровы. Как дошли до жизни-то такой? Случайно, незапланированно, без какого-то бы ни было бизнес-плана. Все было на импровизации, и все это хозяйство началось с того, что, в общем-то, нужна была первая лошадь для того, чтобы я восстановился после травмы позвоночника. Я восстановился, но мы постепенно обросли лошадьми. Где одна собака, там две. Где одна лошадь, там еще. Это высшее удовольствие, которое я мог бы пожелать любому человеку. Тепло, хорошо. В таком уютном доме, где много собак, много кошек. А еще здесь есть маленькие-маленькие щенки. Нам даже обещали, что нам их покажут. Так что, пошли смотреть, пить чай. В общем, здесь здорово и тепло. Современные русские псовые борзы достаточно сильно отличаются от тех собак, которые были на Руси где-нибудь, ну, в веке 16-17. В 1600 году русский царь Борис Годунов отправил к персидскому шаху Аббасу I в великое посольство. Тогда было принято отправлять богатые дары вместе с посольством. Так вот, Борис Годунов отправил двух собак породы, ну, тогда я не знаю, как эти собаки назывались, но сейчас мы их называем русские псовые борзы. Так вот, он отправил двух щенков борзых собак этому шаху Аббасу I. Историки утверждают, что эти подношения Аббасу очень понравились. Я думаю, что уже тогда можно было говорить о том, что поголовье тех старых русских псовых борзых более или менее сложилось. Почему я так думаю? Да потому что персы знали толк в охоте с борзыми собаками. И я думаю, что шаха было тяжело удивить даже самыми распрекрасными восточными азиатскими борзыми. А вот здесь, когда он получил в подарок русских псовых борзых, которые отличались от тех собак, которые были в его псарме, наверное, вот именно поэтому они ему пришлись по вкусу, он увидел что-то такое необычное. И, как утверждают историки, достаточно длительное время, ну, дружбы, конечно, в современном понимании этого слова, тогда между государствами такой не было, но, по крайней мере, военных конфликтов тоже не было. И я думаю, что русские псовые борзы внесли в это дело мира свою лепту. А вы знаете, кто это чирикает? Эта птичка зовут ее Амадзин. Эту птичку подарили дочери Натальи и Сергея. Дочь зовут Анжелика. Эту птичку зовут Антошка. А подарил Анжелике Антошку никто иной, как иегумен Ставицкого монастыря Дмитрий. Здесь есть очаровательные щенки. Им всего три недели. Они еще молоком пахнут. Это такой приятный запах. Помните, раньше взятки брали борзыми щенками. И это были безумно дорогие собаки, баснословно дорогие. За одного борзого щенка можно было купить деревню. О, и кот пришел. Деревню с крепостными. В общем, стоили они каких-то просто сумасшедших денег. Они очень ценились. Все дело в том, что раньше о благосостоянии человека можно было судить по его собакам. Если лайки долгое время были мужицкими собаками, промысловыми, гонщик держали мелкие помещики. Ну, конечно, гонщики были и в псарнях крупных землевладельцев. Но все-таки вельможи особо гордились своими борзыми. Да, да, мой хороший. Да, такой маленький, очаровательный. Так что касается взяток борзыми с щенками. Я вот думаю, если современные мздоимцы предпочитали бы не другие виды благодарности, какие они предпочитают сейчас, а именно брали бы взятки борзыми с щенками, я не знаю, был бы этот мир лучше или нет, но могу утверждать только одно. Этих прекрасных, замечательных собак, русских борзых, было бы намного больше. Вообще окрасы русских псовых борзых достаточно разнообразны. И сейчас неправильно сказал слово окрасы. Борзятники говорят масть. Масти бывают муругие, бурматные. Вот у меня вот сейчас как раз щенки сидят. Уникального муругого окраса. Вообще получить щенков такой масти – это достаточно дело сложное. Вот рядом со мной лежат собаки тоже очень интересного окраса. Борзятники их называют бурматными. Еще один очень интересный момент. Русских псовых борзых никогда не называют иностранными именами, кличками. Это русские прекрасные слова. Например, вьюга, или тени, или сокол, сапсан. Он очень часто называют русских псовых борзых именно в честь каких-то хищных птиц. Наверное, потому что они, как и полет большой хищной птицы, бег этих замечательных собак, он завораживает. И можно смотреть на этих собак долго-долго и не отрываясь. Они поистине дарят какие-то непередаваемые ощущения. Когда ты видишь, как бежит русская псовая борзая, ты забываешь обо всем на свете. Ты видишь только красоту этой собаки и больше ни о чем не думаешь. Очень хочется, чтобы был мир в этом доме и за его стенами. Такой же мир, как в этом закутке у печки, где так тепло этим щенкам. Чтобы было так же тепло в этом доме, как сегодня. Мы ничего не сказали о медалях, дипломах и кубках, полученных собаками Натальи и Сергея. Но все это для них не так уж и важно. Так что давайте просто посмотрим на них. Большинство из этих кубков получены на выставках и испытаниях собак по рабочим качествам. Мы прощаемся с Тверской губернией, с деревней Рыблова, с хозяйством Синовиан. Также мы прощаемся с Натальей и Сергеем Татаринцевым. И, конечно же, мы прощаемся с этими замечательными русскими псовыми борзыми. Вообще тяжело передать, что для русского сердца, для русского человека русская псовая борзая. Это как Бородинская битва, это часть истории. Для русской души это как цыганский романс. Собаки – это правдивые зеркала, в которых отражаются наши характеры, поступки, достоинства, недостатки. Девиз нашей программы – хотите лучше узнать людей, побывайте на планете собак. До свидания. Пока.